Спасибо большое, Роман Викторович, и я с удовольствием хочу предоставить слово заслуженному деятелю науки, доктору медицинских наук, профессору Аметову Александру Сергеевичу, положительные метаболические антиоксидантные свойства заместительной терапии тестостероном при сочетании сахарного диабета второго типа и гипогонадизма. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, как всегда, слова благодарности за приглашение и, собственно, всегда стараемся, чтобы название соответствовало содержания, а название именно метаболические свойства до определенной конкретной группы пациентов. Масштабы проблемы вы за время конгресса и до того и после, как бы ориентируемся количество пациентов с сахарным диабетом второго типа, ориентируемся в том, что большинство из них имеет избыточную массу тела ожирения, и, собственно, посмотрите, как выглядят данные по дефициту тестостерона, повышает риск развития диабета и метаболического синдрома, и дальше 57% мужчин с сахарным диабетом, как правило, имеют на основании данных литературы, а они и перед вами, имеют дефицит тестостерона, низкий уровень. Дальше у мужчин с нормальным уровнем тестостерона риск развития сахарного диабета второго типа на 42% ниже. Это тоже интересные данные, но, конечно, нуждается в дальнейшем изучении и проверке. Но как так или иначе, в связи с этими результатами, появились рекомендации Всемирного эндокринологического общества о необходимости скрининга уровня тестостерона у всех мужчин, которые болеют с сахарным диабетом. Дальше. Частота встречаемости андрогенного дефицита у больных с сахарным диабетом. Вы видите эту динамику в зависимости от возраста, она перед вами, и у каждого третьего, 33% с сахарным диабетом, так или иначе, выявляется андрогенодефицит. А дальше? Дальше мы посчитали с автором, доктор Рождественская Ольга Анатольевна, что было бы неплохо показать, что, так скажем, лежит в основе, в центре дефицита тестостерона и последствия, начиная, собственно, характеристику, которую было уже Роман Викторович озвучил, это инсулино-резистентность, оксидативный стресс и все характеристики метаболического синдрома, включая и хроническое вяло текущее воспаление, эректильная дисфункция. Ну, короче, вы видите все, что тут перечислено. И дальше мы видим с вами, как бы, стрелки в обе стороны, потому что одно состояние усиливает и ухудшает другое. Какие цели мы ставили в нашей работе? Конечно, повысить эффективность комплексной, и здесь сама концепция, она вам хорошо известна, многофакторная терапия, многофакторная терапия у мужчин с сахарным диабетом второго типа в сочетании с андрогенодефицитом. И дальше вы видите, собственно, задачи, которые выполнялись, включая оценить эффективность андрогенотерапии и зависимости от возраста, зависимости от длительности диабета, с момента установления диагноза, предшествующей схемы, сахароснижающей терапии. Ну, такие абсолютно клинические задачи, которые были поставлены в основу данного изучения. Дальше, дальше с этой целью обследовали 124 мужчины с сахарным диабетом, с подтвержденным дефицитом тестостерона. Собственно, стараемся, как бы не совсем, думаю, одинаковый смысл дефицит тестостерона и гипогенодизма. Но так или иначе, это можем долго дискутировать, но так или иначе, стандартная цифра меньше 12 наномоль на литр, которые взяли за основу. Вы видите критерии включения. Критерии включения, наличие диагноза сахарный диабет, наличие дефицита тестостерона, наличие абдоминального, центрального, вестерального ожирения. И, собственно, про характеристики, они традиционны. Окружность талия перед вами, соотношение окружности талии к окружности бедер тоже перед вами, индекс массы тела 28,42 кг на метр квадратный. Ну, как бы не сомневаемся, что или избыточная масса тела, или официальный диагноз ожирения у этих людей, так скажем, присутствовал. Вы видим гликированный гемоглобин в диапазоне от 7 до 9%, что, так скажем, говорило о, фактически, что часть пациентов, да, у них отсутствовала компенсация. Вот. И схема сахароснижающей терапии на период обследования они получали, она существенно не менялась, получали гиполепидемическую терапию, получали антигипертензивную терапию. Вот. И дальше вы видите критерии исключения. Дизайн исследования разделили пополам их, тут все достаточно просто. И, собственно, часть пациентов, две группы, две равноценных для возможности анализа группы, одна из которых стандартно получала андрогель, и вы дальше увидите эту картинку. И, собственно, с правой части слайда вы видите исследования, которые делались. Начинается вот эта информация, точка стартовая ноль, дальше через 6 месяцев, дальше через 12 месяцев, дальше через 18 месяцев. Конечно, контролировались параметры, которые относятся к всестороннему гликемическому контролю. Стандартный, как бы ничего здесь такого специального, гликированный гемоглобин, гликемия натощак, постпрандиальная гликемия. Да, отдельно изучались параметры, которые характеризуют инсулинорезистентность, расчетные параметры, хомоинсулинорезистентность, хомо-бета. Отдельно изучались индекс массы тела, антропометрические данные, ну и, конечно, динамика уровня тестостерона. В обязательную программу. Да, ПСА, который определялся, плюс к этому определялся объем предстательной железы динамика. Дальше изучалось качество жизни опросники, которые тоже вам хорошо известны. Здесь как бы не останавливаемся. И сделали попытку понять антиоксидантные свойства, метаболические антиоксидантные свойства. Здесь с этой целью изучали супероксид дисмутаза и глютатион пероксидаза, собственно, то, что было возможно. Здесь как обрабатывались результаты, вы видите это перед вами, и, собственно, вы видите характеристики. Характеристики по возрасту, по длительности, принимающие метформин, дальше уровень холестерина, триглицериды, индекс атерогенности, гликированный гемоглобин. Это могу продолжать до самого конца. И вы видите, что фактически стартовые характеристики в этих двух группах, они были приблизительно одинаковые. Они кардинально не отличались друг от друга. Собственно, это принципиально важно, потому что точно так же они будут далее сравниваться в динамике. Сравниваться в динамике и, собственно, какой препарат выбрать. Какой препарат выбрать, об этом сейчас прекрасно Роман Викторович сказал. Мы выбрали, так скажем, андрогель, выбрали андрогель и, собственно, дали предпочтение препаратам, так называемого, короткой продолжительности действия. И уже здесь было сказано, почему этот выбор сделан. Трансдермальный, 1% гель тестостерона, 50 мг ежедневно, утром. Конечно, мы не занимались там резать пакетик пополам или еще что-то такое делать. Потому что у меня впечатление, это так очень приблизительно все. А тут, по крайней мере, они все получали одинаковую стандартную дозу. Дальше. Дальше вы видите динамика тестостерона. Динамика тестостерона в течение такого приличного срока наблюдения, 18 месяцев, на фоне проведения андрогенотерапии. В группе пациентов с сахарным диабетом второго типа, так и в группе пациентов и наличием андрогенодефицита. Вот эта группа, слева на слайде у вас, мы видим буквально старт, 6 месяцев, 12 месяцев и 18 месяцев уровень тестостерона. И мы видим достаточно такие одинаковые, тоже стабильные результаты. Но они существенно никак и не могли меняться, потому что они не получали андрогеля. Они продолжали получать терапию, которая назначена исходно. И, собственно, временные параметры и обозначения перед вами. Дальше мы видим с вами в течение 18 месяцев уровень общего тестостерона. В основной контрольной группы, так скажем, прирост. И межгрупповое отличие тоже перед вами. Дальше мы видим с вами динамика 18 месяцев супероксид дисмутаза и глютатион пероксидаза в зависимости от исходных показателей. Посмотрите, динамика сот по группам в первой группе, которая получала андрогель. И тут, собственно, не нужно быть суперспециалистом в медицинской статистике, чтобы видеть, как меняется этот параметр. И, наоборот, отсутствие какой-то динамики в группе, которая не получала андрогель. И аналогичные данные в группе глютатион пероксидаза. Мы видим с вами абсолютно достоверное отличие между этими параметрами. Дальше посмотрели корреляцию между уровнем общего тестостерона и, так скажем, уровнями антиоксидантных маркеров, которые были доступны нам в исследовании. В основной группе, которая получала андрогенотерапию. И в группе, которая в группе сравнения. И, собственно, вы видите эти результаты. И дальше был рассчитан такой коэффициент, коэффициент динамики окислительного стресса. Собственно, он не претендует на какую-то супероригинальность, но мы подумали, что неплохо было бы объединить вот эти характеристики. Скоро говорим про многофакторное управление, что было бы неплохо объединить, попытаться объединить. Так, динамика гликированного гемоглобина, динамика триглицеридов общего холестерина, динамика активности супероксид-дисмутазы, динамика активности глютадион-пероксидазы. Трактовка. Трактовка, так скажем, привязана к результату единицы соотношения, отсутствие. Так, больше или меньше отрицательная динамика, меньше единицы. Смотрите, как это выглядело у больных диабетом, с сахарным диабетом второго типа и андрогенным дефицитом на фоне андрогенотерапии. Так, посмотрите, вот эта динамика устранения оксидативного стресса. И фактически те, кто не получали лечение андрогелем, мы видим, в общем-то, как бы отсутствие какой-то динамики, каких-то изменений. Насколько и как это что характеризует, наверное, надо еще долго думать об этом, но так или иначе разница, она такая очень убедительная. Динамика тестостерона и этого индекса антиоксидантного до и после проведения андрогенотерапии в период в интервале 18 месяцев. Вы видите основную группу и, собственно, контрольную. Разница между ними статистически достоверная динамика тестостерона, динамика гликированного гемоглобина. Обратите внимание, основная группа и контрольная тоже самое. Дальше индекс динамики гликированный, индекс хомо-бета, который говорит косвенно в отношении функций бета-клеток. И индекс хомо-инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность, конечно, нас интересовала в первую очередь. И посмотрите, гликированный раз в основной группе. Дальше динамика хомо-бета существенно не изменилась, два. И, собственно, динамика инсулинорезистентности. Да, некоторое, так скажем, увеличение или усиление чувствительности или уменьшение инсулинорезистентности было отмечено на фоне терапии тестостерона. Межгрупповые отличия по индексу массы тела на фоне проведения андрогенотерапии. В основной группе и в группе, которая не получала лечения андрогеном. Индекс динамики оксидативного стресса в зависимости от, так скажем, уменьшения параметра снижения окружной стали на фоне проведения андрогенотерапии. И, наоборот, в условиях отсутствия вы видите основная группа, получавшая андрогель, и группа контрольная. И, собственно, тут очевидно отличие между ними. Так, хотя на старте, если вы помните, они фактически ни по одному параметру не отличались друг от друга. Динамика оксидативного стресса в зависимости от холестерина, липопротеидов высокой плотности, индекс атерогенности на фоне андрогенотерапии или ее отсутствия. И фактически в этих трех параметрах мы тоже получили абсолютно достоверное отличие. Вот такая вот удивительная история. Межгрупповое отличие от бальной системы, опросниками F5, АМС у пациентов диабетом второго типа, дефицитом тестостерона, на фоне терапии андрогенами. И в динамике 6 месяцев, 18 месяцев, 12-18 месяцев, расчет баллов. И, собственно, вы видите то же самое, что, так скажем, параметры, которые характеризуют, ну, так, общим могли бы сказать, качество жизни. Они тоже показали положительную динамику. Динамика баллов по опроснику и в сочетании с антиоксидантной активностью. И мы видим тоже достоверные отличия между ними. Выводы фактически мелким почерком перед вами. И все то, что показал, можно это сфотографировать, чтобы не терять время. Но могли бы сказать, что абсолютно, так скажем, положительная динамика, которую мы установили в рамках изучаемых таких традиционных параметров. Мы не старались что-то такое экзотическое изучать. Смотрите, это традиционные параметры, которые мы с вами учитываем в клинике. И окружность талии, и, собственно, масса тела, и, собственно, показатели липидов, динамика гликированная. Ну, короче, все то, что используется в реальной клинической практике. Добавили, да, нам, как бы, показалось это интересно изучить антиоксидантные возможности. И, в общем-то, ничего такого вроде как нового. Но подтвердили известные данные о положительных, не случайно в названии появилось слово, положительные метаболические свойства тестостерона. И речь идет не только о ликвидации дефицита, андрогена дефицита, а речь идет еще о чем-то, что нам всем предстоит оценить, изучить и понять механизмы, как это все работает, какие тут взаимосвязи. Не все здесь так просто и не все укладывается, ну, то, к чему мы привыкли. Но так или иначе, на мой взгляд, это определенное движение вперед. Вперед, которое, думаю, будет достаточно перспективным на будущее.